всем привет с вами шим и я очень рада видеть вас на своем канале это видео будет на тему как рисовать кисти рук самое запрашиваемое видео на моем канале на данный момент и я решила исполнить ваши пожелания и наконец-таки его записать первое что хочу сказать разумеется если вы не будете знать анатомии не будете рисовать рисовывать с нее изучать как у нас строятся кости как строятся мышцы какая моторика вообще рук любой части тела человека или животного то вы не научитесь его рисовать очень советую пластическую анатомию для художников и не оборчай и она одна из самых таких доступных ее можно скачать в интернете бесплатно там очень хорошо и доступно разложено все по полочкам как каждая мышца каждая часть тела человека движется что происходит внутри тела с мышцами как двигаются в этот момент кости разные типы мышц как они сокращаются в общем все 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 про любую часть тела пропорции так далее вы можете найти в этой книге в этом уроке расскажу самые базовые элементарные знания которые вам помогут рисовать кисти рук рисовать законченный рисунок кисти я не буду разумеется то есть это будут такие объяснялки ну разберем для начала палец все пальцы кроме большого состоят из трех фаланг если он немного согнут то это выглядит вот так то есть нас есть первая костяшка вот это которая вставляется палец и к ней же подходит сухожилия вот эти она находится по середине пальца если мы рисуем палец сбоку особенно в мультипликации это часто то у нас идет костяшка выступает провисание костяшка и вниз он спускается снизу у нас наоборот идут подушечки то есть мягкие вот эти части пальца и кожи как мы рисуем ноготь профиль у нас ноготь не вставляется прямо у нас есть какое-то углубление слой кожи так мы рисуем слой кожи потом ниже уже она оставляется ногой у некоторых людей он не дорастает до конца пальца тогда мы просто снизу из-под ногтя увеличиваем вот эту зону некоторых людей вот это провисание больше у некоторых меньше если мы рисуем палец прямо у нас все то же самое мы рисуем вот эти выступы провисания прямом состоянии например если пухлые пальцы например у меня на этом он может прогибаться еще в обратную сторону если он расслабленный будет прямой но вот этих костяшек не будет уже выступать то есть у некоторых людей у которых такие тонкие или костлявые пальцы, у них будет вот здесь выпирать. И второй пример пальца, когда наоборот, вместо костяшек больше провисает кожа. Но снизу у всех будут видны вот эти вот части, меньшей или большей степени. То есть чем толще палец, тем глаже будет он, больше такой морковкой будет. Чем он худее, тем он будет более явные вот эти все моменты. Не забываем рисовать вот это углубление, где у нас ноготь. У некоторых ногти длиннее, у некоторых короче. Как мы рисуем согнутые пальцы? То есть такие, вот сразу видно, как его рисовать. То есть это просто квадрат, и вот эта зона у нас сокращает. Раз костяшка, два костяшка, три костяшка. Ни в коем случае не представляйте пальцы ровными колбасками, круглыми. Пальцы надо представлять скорее более квадратными, как сочетание, соединение нескольких призм. Наша модель должна выглядеть вот так, а не вот такой вот колбасой какой-то. Тогда вы научитесь рисовать именно форму пальца, потому что пальцы имеют скорее квадратную, чем круглую форму в разрезе. И тени мы накладываем на излом. То есть если это показать здесь, то это будет грань где-то вот в этом районе. Большим пальцем все то же самое, только у него всего две фаланги. Теперь, когда мы разобрали, как выглядит палец, мы можем смело начинать рисовать схемы, как рисовать кисть. Например, кисть с напряженным пальцем. У меня опять-таки сейчас не видно, что у меня пальцы напряжены. Даже мои пальцы колбаски. Опять рисуем запястье. Смотрим, куда вставляется большой палец. И именно ищем вот это сухожилие, где оно натянуто. Это будет наша ось. Одна фаланга. Вот здесь растягивается кожа у нас. И дальше уже идут пальцы. То есть мы можем видеть один палец, можем видеть все. Если мы видим все, то мы также намечаем всю кисть. И считаем. Раз, два, три. Также находим место, откуда у нас пальцы растут. То есть один может быть вообще наклонен, например, или сжат. У нас три фаланги. Также мы их и рисуем. Один может быть сжат. Другой может быть прямой. Третий вообще куда-то оттопырен. То есть это мы уже, когда мы знаем, как у нас строится палец, мы можем рисовать руку как угодно. Может быть видно сзади вот эту поверхность. Если мы рисуем кисть сзади, то есть вот в таком положении. То же самое. Намечаем общую массу. Допустим, сбоку у нас идет кисть. Намечаем потом общую массу вот этой ладошки. Как она у нас идет. От нее все вместе пальцы. Какую форму они занимают. И уже большой палец. Массу большого пальца. То есть мы помним, что у нас здесь всего две фаланги. А здесь у нас их три. Также находим эти линии. И просто вставляем в ладошку. На самом деле легче рисовать с внутренней стороны. Подушечка такая общая. И просто разбиваем на количество пальчиков. То есть самое главное, что вы должны запомнить, это как строится палец из трех фаланг. Если это большой, то что ноготь у нас чуть глубже рисуется. Что в первую очередь мы намечаем общую массу руки. Допустим, если у нас она вот в таком положении. Намечаем ладошку. От нее уже вот эти разлопоченные пальцы. То есть общая масса четырех пальцев. И к ней уже большого пальца. И размечаем, где у нас находятся фаланги. И тогда вы можете нарисовать любую руку совершенно спокойно. В любом положении. И конечно же мы не забываем, что у нас кисть вставляется не сразу в руку. А есть еще запястье. То есть если мы сгибаем руку, то у нас это грубо говоря выглядит так. Если прямая, то тут будет кисть, косточка. Сейчас еще какое-нибудь положение нарисую. Ну, например, с внутренней стороны поднятая рука. Также намечаем целиком. Направляющая всегда вот эта вот линия. Целиком форму. Палец пусть будет открыт. Форма пальцев здесь. Фаланги наши. Это у нас первый будет мизинец. В зависимости от сгиба пальцев мы рисуем их форму. То есть они могут быть раздвинуты, могут быть сдвинуты. Как угодно. Если мы рисуем руку из комиксов, то обычно она вся строится от треугольника. То есть, допустим, такая повисшая рука. То есть у нас общая масса пальцев опять. Большой палец. Тут фаланги не рисуются. Тут просто каждый кончик пальца, он заостренный. Пальцы вот такие. Ну, на них даже и ногти обычно не рисуют. Кисть выглядит как-то так. То есть упрощенный вариант. Там даже обычно в комиксах рисуют всего две фаланги. Ну, буду заканчивать. Надеюсь, эти схемы хоть как-то вам помогли. Конечно, надо рисовать много с натуры. Рисовать руки. Длительные рисунки рук. Изучать анатомию для того, чтобы нормально рисовать руки. Я, например, если буду писать портрет с руками, то я буду, естественно, рисовать их с натуры, а не из головы. Если я рисую комиксы, конечно, упрощенные какие-то вот такие варианты я нарисую. Повторю, обязательно смотрите анатомию. Без знания анатомии у вас ничего не получится. Но основные моменты, направление, костяшки и начинать всегда с общего рисунка кисти. То есть с общей формы, общей массы. Сколько она у вас занимает кисть. Надеюсь, вам было интересно. Главное, полезен на этот урок. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.